Здравствуйте, мои дорогие! Видите, у меня какой сегодня фон? У меня сегодня праздник. У нас в семье сегодня праздник. Мы 31 год как с Азатом встретились. Мы не отмечаем годовщину свадьбы, мы отмечаем годовщину встречи. Потому что годовщина свадьбы у нас также выходила 23 сентября. Это самая моя любимая цифра, самый любимый месяц. Здесь мы всегда на протяжении больше 10 лет, мы старались очень ярко, красиво праздновать этот день 23 сентября. В основном мы уезжали, нас не было ни в стране, нигде. Мы путешествовали, и обычно все туры я покупала так, чтобы 23 сентября быть не здесь. И знаете, когда-то я только вышла замуж, к нам приехали гости. Приехали гости, родственники Азата. Азата я очень красиво украсила стол, очень красивую нарезку сделала на стол. Обычный день был. А та вот тетка, та женщина, она сказала, да, а мы на газете придем с работы усталые, возьмем эту колбасу, прямо на газете режем и кушаем. Я тогда подумала, боже мой, как они живут. А они были в моем возрасте где-то, даже старше. Нет, или старше, или в моем возрасте. Как так можно? У них, наверное, нет любви в жизни. Ну, вот у нас есть с Азатом любовь. Я тогда молодая была, сколько мне 20 лет, наверное, была. А вот у них нет. Как можно прийти с работы уставшей и постараться сделать красивую нарезку, чтобы мужу было приятно и так далее, и так далее. Это она так поняла. Я вот помню хорошо свои мысли. Сейчас я вот никогда молодость не поймет возраст 50-летних. Вот 50-летние поймут молодых, а молодость не поймет. Не надо требовать от молодых, чтобы они понимали. Это все время. Время сыграет роль. И сейчас я не хочу сказать, что мы на газете с Азатом кушаем, но, возможно, мы тоже можем прийти домой усталые и не на газете, а доска. У нас такая деревянная доска есть. И на деревянной доске, разделочной, на чем режем. И на деревянной доске мы можем положить колбасу, хлеб, сколько прямо достать, без тарелок, и вот так кушать. И мы такие счастливые, я не знаю, абсолютно не важно, на тарелке, на доске, на газете. Самое главное, когда как люди, вот это с милыми рай, шалаше, все-таки львинная доля правды в этом есть. Потому что не важно, на какой тарелке, важно как и с кем. С кем ты кушаешь эту колбасу или этот кусок хлеба. Вот. Тридцать один год мы уже вместе. Как-то так получилось, что я никогда не думала, что я так рано замуж выйду. Я всегда думала, что я выйду замуж где-то тридцать лет, вот так. А Азат тоже думал, он очень долго шел к этому моменту. Созревал, что надо жениться, потому что, ну, как он говорил, если бы не ты, я бы никогда не женился. Во всяком случае, пока у меня не было отдельной квартиры, отдельной дачи, машины. То есть он мечтал только тогда он выйдет жениться, когда у него будет все отдельно, все свое, все там, не знаю, когда он станет на ноги, чуть ли не берем, и так далее. А, знаете, человек предполагает, а Бог располагает. Получилось так, что я встретилась на пути у Азата, мы друг друга полюбили, вот. Ну, что вам сказать? У меня, я вам сейчас скажу, на первом месте у меня всегда был муж. Вот, муж, не дети. Обычно вот дети рождаются, и жена говорит, ой, дети там. Нет, на первом месте всегда у меня был Азат. Я вам хочу сказать, что и на втором месте был Азат, только потом дети. Я не знаю, почему так. Наверное, наверное, это все это с детства идет. У меня папа очень хороший был, но так как мы жили на Кавказе, мне казалось, что он должен быть более серьезным. Он был такой весельчак, любил, и где-то немного... Я сейчас уже просто понимаю, что он пил немного, а тогда мне казалось на Кавказе, что он пьет прям так, аж не знаю. Сейчас я понимаю, когда я приехала до Украины, я поняла, что папа, оказывается, выпивала и пил. И я как-то так смущалась до этого момента, на Кавказе было это не принято. И когда попался мне вот Азат, он абсолютно не пьющий, не курил он тогда, да, не курил, не пил. Очень мудрый, очень трезвый, всегда за под... На его цель я понимала, что за ним как за каменной стеной будешь. И, ну, не за это же любят, я не знаю, ну, просто содержание у него другое. Такое, что вот я вот всегда переживала, что вот если он будет долго с какой-то женщиной, например, на отдыхе, или где-то я вам рассказывала, что надолго особо я не пускаю его, то в него можно запросто влюбиться. Он мне тоже говорит, тебя тоже можно влюбиться. Я говорю, ну, вот я не хочу. Я вот так... Понимаете, как я к нему всю жизнь относилась не просто как к мужу, а как к отцу, как к мужу, как к старшему брату, как к другу. Вот он очень... Я смущаюсь, я стесняюсь. Если я что-то не так сделаю, неправильный поступок какой-то совершу, и стараюсь как-то так замаскировать, да? А он же очень такой дальновидный, хитрый, умный, и он это понимал. Он говорил, что ты себя не... Это так не должно быть. И я начинала краснее, начинала доказывать, нет, это... А он так относился всегда ко мне, как к ребенку. Вот для меня это пример, образец и авторитет такой, что я вот стесняю. Я даже стесняюсь его иногда, в том плане, если я вот что-то не так-то делаю, что-то не знаю. Вот. И мне, знаете, что я последнее время думаю? Я вот думаю... Я единственное, что хочу, чтобы мы... Вот всегда говорю, что, господи, азот, дай бог, чтобы мы в один день умерли. Я не переживу. Обычно, когда с детьми там что-то начинаем, они что-то выясняют. У нас свои видения, у них свои. И какие-то там ссоры бывают. У нас семья дружная, но бывают разногласия. То я говорю, господи, азот, я одна не переживу. Не дай бог, ты меня оставишь и первым умерешься. Я не знаю, я такое сделаю с тобой. Я тебе, я говорю, я тебя достану на том свете, что ты меня оставил. Вот. Так что... Очень умею. Он, правда, как-то вот... Ну, не то, чтобы немножко сдал. Он очень много работал. Вообще он трудоголик. Какой он трудоголик. Боже, боже, боже мой. Он даже если в гостинице будем находились, он где-то видит, что-то не то. Была бы отверху, он бы там привинтил бы, что-то прокрутил. К маме приходит, там, если бы кран или что-то, он подкручивает розетки. Все, он не может без работы. У нас дома там все подключено. Все в порядке. Утром встает, все телефоны наши заряжает. Мой телефон заряжает. Ну, там, как-то... Не знаю, порядок идеальный всегда около него. Правда, живя со мной, он может, так, кружек у нас что-то, на что-то закрыть в глаза, но... Нет, я не говорю, что я нечистоплотная или там беспорядок у меня. Ну, я не такой бедант, как он. Вот, не знаю, я прям... Ну, такой он хороший. Я хочу, знаете, чтобы он, значит, чтобы он тоже со мной, вот как-то начинал говорить на камеру. Вот, мне как-то Строцкий говорил, смотри, Карина, ты же почему-то тему не понимаешь, как открыть бизнес в провинциальном городке, да? Азад очень хорошо разбирается в бумагах. Он очень правильно может и хорошо объяснить, разъяснить, без лишней воды, без воды. Он вообще очень мудрый, очень мудрый он. Он такие вещи мне вот так говорит. Ну, я удивляюсь. Вот, я до сих пор удивляюсь. Вот, он авторитет для меня до сих пор. И не встретила я. Я вот со многими мужчинами общаюсь, я еще не встретила таких мужчин, которые кто-то мог вот даже близко стать от одного Азада. Он, вот, в последнее время, смотрю на него, у меня сердце кровью обливает. Знаете, он сдал, он сдал. Видно, он как-то так, ну, немножко постарел. Можно было бы, нет, он тоже хорошо выглядит на 55 лет. Но нужно было бы лучше. Вот тут, если на его думке, переживания изнутри. Он же не выносит все наружу, как я. Он все в себе, все в себе. Такая свекровь была. Вот. Ну, живя со мной, он научился уже выражать свои эмоции там. Так что, таки, у нас сегодня праздник, 31 год семейной жизни. И я бы хотела, чтобы моя Анечка так вышла. А вот знаете, природа отдыхает на детях. Видимо, я быстро замуж вышла, и мне кажется, так удачно. Он женился, ну, 24 года у нас уже. А вот детей у моих не получается. Вот ни один, ни второй. Вот на них природа отдыхает, или судьба отдыхает. Они как-то так не могут найти свои половинки. Уже 29 одному, 25 другому. И я даже не представляю, куда это будет. Хочется, чтобы у моей Анечки так все было хорошо. Все, я быстро с вами поделилась своей радостью, что у нас сегодня 31 год. Я хочу, чтобы у нас 50 лет вместе было. Я, знаете, я с ним что-то, я уже рассказывала, что дай бог, что-то у него заболит или что-то. Это все-то. Ну, я тоже могу, я могу заболеть просто. От этих думок я могу заболеть. Пойду сейчас его к котелюбью. Он мне сегодня цветы принес, гвоздики. Я очень люблю гвоздики. Гвоздики принес. Хотел меня на кофе пригласить. А у нас же есть уже где-то кофе пить. Посмотри, что куда-то поедем кофе. То есть мы не делаем таких праздников, как раньше. Я этого не делаю сейчас. Мне так хорошо. Вот хорошо так. Просто он есть рядом, и мне хорошо. Не надо мне ни подарков, ничего мне не надо. Просто, чтобы он жил и дышал. Все, больше ничего не хочу. Сейчас я хочу закончить уже, чтобы до 10 минут пошло. Все, пока.